Продолжение следует... 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 До 8 лет. В размере 100% от среднего заработка. Необходимое для этого средство мы заложили. Так же, как на представление и индексацию материнского капитала. И на компенсации при несчастных случаях на производстве профессиональных заболеваний. Продолжим за счет фонда социального страхования обеспечивать инвалидов техническими средствами реабилитации. Для них это вопрос качества жизни. По словам Ишустина, минимальный размер оплаты фонда в России в следующем году превысит 13 600 рублей. За счет таких изменений увеличится заработная оплата трех мировых человек, отметил премьер-министр. Запрещенная в России террористическая движима Талибан обратилась в ООН с намерением выступить на Генассамблее. Об этом сообщает проректор со ссылкой на соответствующие письмо министре на странах дел. Афганистану генеральному секретарю ООН Антонио Гутли решет. По данным агентства Талибан назначил своего представителя по столу Афганистана в ООН, а также попросил на Тереша о праве выступить в Нью-Йорке на этой неделе. На этой неделе Генассамблее проходит выступление лидеров стран мира. Часть наступающих находится в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Полиция Федеральной земли Бавария на Нью-Йорке Германии задержала мужчину, который ранее утверждал, что захватил заложенные для пассажиров туристического автобуса. В связи с четвертым охранители на несколько часов заблокировали автобусы генераль А-9 в обоих направлений. Сообщил очевидцы между пассажирами автобуса. Стукнул спор, после чего один мужчина достал пистолет и направился к водителям транспортного средства и осуществил захвата фокуса. При море сенандаром пострадали два человека. Военно-воздушные силы США поднимали в воздух истребитель, чтобы перехватить частный самолет, нарушивший временную бесполетную зону над Нью-Йорком. Истребитель А-16 перехватил небольшой моторный самолет, авиацию лучшего значения. Самолет сопроводили в закрытой зоне без происшествий, и говорится в сообщении командования указывает, что нарушений в бесполетной зоне происходят время от времени и являются нормой. Повышение температуры от 20-12 градусов начнется в центре Европейской России в четверг. Спасибо этому дому. Хороший вес, очень хороший вес. Мне понравилось. ...научный руководитель гидрометцентра Роман Гильф, Антон, отметил, что температура будет близка к норме, но погода останется ужин. Спасибо этому дому. По словам Гильфонда, потепление нельзя назвать. Удачи вам, ребята. ...на золотая осень, а так как все эти огоньерения предпочитают форму цель, а оно не поддонизируется. Но погода будет симпатична на томе предыдущего периода. Чуть теплее и не будет хранения в бесполе. Повышение. 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 Здравствуйте с новостями спорта в студии. Дмитрий Калуги. Начинаем с футбола. Московский «Спартак» не уволит руль Абитериус поста главного тренера раньше 20 ноября. Из-за особого пункта в контракте, утверждает Евроставка. Соглашение содержит пункт об увольнении с выплатой неустойки в размере оставшейся зарплаты по контракту до конца года. А это полтора миллиона евро, если к пятнадцатому туру команда будет находиться ниже пятого места в том нервной таблице РПЛ. Мать пятнадцатого тура «Спартак» проведет как раз 20 ноября. После восьми туров, в раз в годы занимают девятый день в том нервной таблице. Направящий главарь Римандовский получил «Золотую буту» как лучший бомбардерский «Спартак» В полярском минусском чемпионате Бундеслиги забил 41 год в 29 матчах. Римандовский стал первым за 49 лет представителем Бундеслиги, которому удалось завоевать «Золотую буту». Погрестные операции континентальной хоккейной лиги в авторных состоялись пять матчей. Вот и результаты. Санкт-Петербурге местных старых городов. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Субтитры делал DimaTorzok Смотрю на стоимость бензина и вообще в сравнении с Колымой на 10 рублей дороже. На 10, на 7-15. Так, небо облачное, периодически, наверное, будет солнце в лицо и денек. Финьёш. Учить теорию. Учить теорию. Учить теорию. Раньше мы, кстати, посещали в Курганке. Да, на Курганке. Учить теорию. Учить теорию. Учить теорию. Учить теорию. А категория, я извиняюсь, вам можно подробно посчитать, что такое? Категория, да. Девушки преследуют... Бу Продолжение следует... 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 Коричнево-красный, или как даже цвет? Коричневый. Коричнево-красный цвет. С правой стороны, да и с левой тоже, в растительной стене. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Наверное, не буду переставлять камеру справа налево, слева направо. По крайней мере, постараюсь. Если получится, то... то и в левую сторону, на обратном пути снимает. Рассчитываю в Хабаровске заехать в магазин Техноавиа. Субтитры создавал DimaTorzok. Надо немножко обновить свой гарнитур. Товобиль грязный. И вот в синем... малейшее прикосновение, в синем костюме, на нем сразу эта пыль. Очень неприятно. Мойку найти пока не могу. Максимально стараюсь убрать все лишнее, чтобы не было бликов на стекле. Для этого нужно, наверное, одевать черный мархатный костюм. Он не отражает света. У него надолго не хватит. На один день и все. То есть не было ни в нём лучше, чем мазать. КОДРАТИМ Hammar ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хех! Хех! Кхех! Про цены В кафе Чебурек 100 рублей Суп брал вчера Лапшу Так, суп, лапша, компот Что-то еще А, чебурек Суп, лапша и компот По 290 рублей Подожди Уже сбился Обыкновенная газировка В бутылке 120 рублей Чебурек 100 рублей Суп 100 рублей Поужинал в буфете Стал перебрасывать видео На внешний жесткий диск Кстати Очень долго перебрасывалось 2,5 часа Больше, даже больше Даже, по-моему, за 3 часа Больше 3 часов Вот Не выдержал Пошел снова В буфете взял 2 чебурека Очень наелся я от пуза Но Ночью для меня Разбудила Ижжага Стоянка Бесплатно Никто слова не говорит Я спросил у буфетчицы Хозяйки Заведения Я не знаю Хозяйка она или нет Стоянка бесплатная Пожалуйста Вообще На самом деле Удивляешься Насколько Здесь Отличается От Центрального федерального округа Туалет Бесплатно Умывальник Бесплатно Стоянка Бесплатно А в Центральном федеральном округе За каждый чих платить Не знаю Хорошо это Или плохо Как curls Продолжаю Стоянка Что Стоя 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я наступил ему дорогу. Он поблагодарил аварийкой. Я ему ответил дальним светом беганиями. В смысле, то, что я увидел его благодарность. Понял. Меня вполне устраивает такая скорость. По двум причинам. Первая, это съемка. Чтобы была без дрожания. Чтобы более-менее качественная была. Это первая причина. И вторая, не менее важная. То, что у меня на левом колесе с задним грыжа. Послушаем радио. И устранению вот этих застоев. А что такое простодействие? Это, прежде всего, застой. Оставьте свою нерешительность. И неприятные ощущения от болезни. Звоните на бесплатный номер горячей линии. 8 800 100 0133. Тем более, что она уже начала свою работу. И, кстати, позвонившие в течение часа получат скидку на Союз АПЛОД. Скидка очень хорошая. 8. Так. Реклама эта. Этих аппаратов. А больше. Пишет нам. У меня уже несколько лет хронически просмотреть. Много что... Больше слушать нечего. Ну, пробежал сейчас по диапазону. Настройка автоматическая. Только одна станция работает. Ну, чтобы немножко... Оживить. Видео я вот включаю. Это аудио. Комментатор из меня никакой. Поэтому, чтобы кроме шаурокошин, что-то для разнообразия. А это значит, что клетки простаты будут обновляться. Соответственно, может улучшиться и общее состояние вовсе. Вот куда ты идешь, дружище? Я тоже. Еще раз напомню. Что ищешь? Идет, рассматривает обочину. Информация строго конфиденциальность. 8 800 100 01 33. Ну, давайте все-таки точним. Для кого предназначен аппарат Союз Аполлова? Ну, первое мы уже рассказали. А во-вторых Союз Аполлова не заменим для помощи в лечении хронических и неохронических заболеваний половой системы. Ах, Хабаровск. Холокан налево. Меня интересует Биробиджан. ...провышает ее сон, составляет кровеносные лимфатические засуды, выводить состоявшийся хрон и продукцию воспаления из простаты. То есть Союз Аполлова помогает в устранении прежде всего застоя. Разжижается и выводит кровеносное заполакивание. Так, в движении примерно 30 минут. Пройдено 32 километра. Средняя скорость 61. Расход бензина 4,6. И еще раз давайте уточним. Можно ведь говорить о комплексном воздействии аппарата СМС Аполлова на мужскую механизму. Запас хода бензина на 820 километров. Дело в том, что он создает разряжающее магнитное поле переменной СМС. И поэтому в фактах хода привлекает большое количество свежей крови. Известно, что эта зона мужского тела особенно сильно страдает от явлений сосной, ишемии, кислородного обладания местного снижения защитных сил и хронического воспаления. В результате усиленного ее обогащения свежей крови советским специалистом аэрохоснической медицины. Так, связь. Мегафон присутствует. Сила сигнала 25%. Но этого достаточно, чтобы позвонить по телефону. Ну, интернет, конечно. Так, связь пропала. Сейчас на приборах поднимемся. Он уже снова появится. Еще один идет, что-то рассматривает на обочине ищет. Странно. Он предназначен для помощи в лечении пастатита. А значит, может помогать в выздоровлении всего мужского организма. Поэтому он не просто помогает вернуть в мозг силу и устранять проблемы с патентом. Он может давать возможность сделать половые акты более длительными и регулярными. Пользуясь аппаратом Союза Аполлон... Температура на улице 9,5. В последнее время с прибором Союза Аполлон у вас появится возможность вернуть в цепь в вашу жизнь. Почувствовать радость, открытость, безлюбимость. Так что звоните на бесплатный номер горячей линии. Достаточно. Немного. Достаточное количество таких парковок. Воздают заполохную ткань. 8800. 100. Ровно. 01. 33. Возьми повторюсь. Все анонимы. 8800. 100. Ровно. 01. 33. Вот все, о чем успели бы сегодня рассказать вам. Мы еще раз знакомим номер телефона 8800-101-0133. 8800-101-0133. И когда вошли в процессе каждого русского пожелания, будь здоров. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 4,5 литра на 100 километров. Субтитры сделал DimaTorzok Видео, которое я снимаю на боковую камеру, наверное, буду размещать под другим названием. Просто, наверное, назову Россию из окна автомобиля. Проведу эксперимент. Попробую замедлить съемку на правую камеру. Ну, на боковую камеру. Может быть, полтора, два раза. Может быть, качество... Четкость, я имею в виду, может, улучшится. Но это тех объектов, которые слишком близко находятся к объективу. Довольно плотная облачность. Есть разрывы небольшие. Где? Хоть и меньше облаков. Температура 10 градусов. На полную трассу Р-297. Трасса Амур. Двигаюсь в сторону Табаровска с намерением заехать в Биробиджан. Столетие еврейской автономной области. По всей вероятности, соночую в Хабаровске, на другой день заехать через Иссурийск в Владивосток. Рассчитываю на 15 минут. Ну, такие намеренные. Количество повторных движений мы указываем для домашних занятий. А сейчас давайте разучим первые 10 упражнений комплекса. Другой десяток. Будем отвоили завтра в этот день. Прежде чем приступить к занятиям, пропонсортируйся с врачом. Другой упражнений. Условия съемки, на мой взгляд, вполне приемлемые. Смотрю, поглядывая на видеорегистратор и облака, и полотно дороги без резких контрастных перепадов. Другой упражнений. Если я на трассе увижу мастерские, надо будет показать радиостанцию, что с ней произошло. Ну, произошло... Она не стала включаться. Решил проверить хранитель. Он выскользнул из рук. И вот в салоне автомобиля, где он, все проверил. Так и не нашел. Может, дело в предохранителе. Может, дело в самой радиостанции. Но что интересно, что грильнобойщики говорят в эфире. Чтобы было какое-то аудиосопровождение. Продолжаем держать. Разбой. На тропе. На выдохе. Прогой ног. Прогой ног. Принадом. Присоединяйте с коленом. На выдохе. Верните. Воскребное положение. Делайте только самое. Также выпад. Прилегой ног. Повторите 80 градусов. Так, интернет, вернее мегафор показывает силу сигнала 100%. Интернет в формате Е. Поднимая легкую ногу, повторяйте 8-10 раз. Продолжение следует. 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 И два человека пострадали в один инцидент под захватом зараженников по автобусе в Германии, сообщает полиция. Попробности далее. Правительство отобрало проект бюджета на будущий год. Главный финансовый документ страны будет внесен в Госдуму до 1 октября. Как заявил премьер Михаил Мишустин, рост долгополучия граждан России должен влечь в основу бюджета на ближайшие три года. По словам, пенсия, единовременные выплаты и пособия со следующего... Спасибо.